Ну, только слушайте внимательно. Я показал вам книгу «Святая Библия». В ней говорится, в первой книге, как Бог сотворил этот мир, прекрасный и чудный, и небо, и землю, и звезды, и зверей, и птицы или человека. И как первые щита, то есть пара, Адам и Ева, были в раю, и согрешили, съели запретный плод. И Господь их изгнал из рая. И все люди стали смертны, до этого были бессмертны, не умирали, не старели. Вот в возрасте, примерно, 30 лет, такие оставались всегда. И вот мы умираем все за грех Адама. И умерло уже больше 100 миллиардов людей. Ну, это 7,5 тысяч лет назад было. Если так, космическими мерами, то это не так и много. И мы пришли почти уже к самому концу мировой истории. Вот любого спросите, кто-то мусульманин, кто-то, он и не знает, что будет дальше. А у нас пророчество написано. События, как они дальше будут развиваться. Чтобы люди готовились дождаться Христа. Он придет с неба. Архангельские трубы затрубят. И мертвые все воскреснут. Сколько людей умерло? 100 миллиардов. И все воскреснут. И будет страшный последний суд. Мы зачем здесь находимся? Пришли в этот чат рулетку. Потому что здесь безобразия много. Всячески. Тут и блудят открыто, и показывают непотребные, интимные места свои. И все. Тут ругаются, матерятся. То есть это очень нехорошее место. Не само место, а просто их натянуло сюда людей. Безответственность. Что ни за что не отвечать. Никто его не знает. У них так мужики показывают, да головы нету. Или наоборот. Один лоб только видать вниз туда уйдет. Потому что правило этой рулетки. Говорит, если лицо не ставишь, чтобы тебя было видно. Вот как я здесь или вы. То ему там штраф 200 рублей. И мы рассказываем людям, как надо жить. Самое главное для человека родиться свыше. Подлучить другую природу. Ты на грех будешь смотреть с отвращением. Тебе это никак не подходит. Верующая, рожденная от Бога, не грешит, написано. А тут больше ничего и нет. Одно гнилье. Минутку подождите. Минутку подождите. Минутку подождите. Как это вы там сказали. Постали. Алло. 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 И главное, что спустя 5508 лет родился Христос, спаситель от Девы Марии. И он умер за грехи людей, когда ему было 33 года. За грехи людей. И теперь, кто будет веровать в Него, будет иметь жизнь вечную. Так написано в Библии. Кто будет веровать и креститься, крещение в церкви преподают. Полное погружение должно быть троекратно. Не за деньги, даром. Тот и будет жить по заповедям Божьим. Тот имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть, спасение Бог дарует. Полюби своей. Это высшее, что мы можем узнать. Да. Так я говорю, в церкви все платно. Это неправильно. Должно быть бесплатно. Но тогда мы должны платить десятину заработков своих. Потому что на что-то же надо содержать церковь и священство. Вот у нас две церкви. Мы строим деревню с нуля. С нуля. То есть, пустырь взятые, обихоженностью, получили статус. И построили храм, школу, государственную школу. Но все верующие. И мы заранее говорим. У нас может разговор вести, как поселиться. Тот докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда мы первый раз разговаривали. А как надо доказать? Ну, как будто бы и никак не доказать. Ну, видно же, не лгать. Но он говорит, я не лгу. Надо же, что проявляется где-то. Глядишь, покуривает. Вот именно. Это проверится через некоторое время. Ну да. И человек, оказалось, что обманул. И вот ему предложено выехать. А где это ваша такая деревня? Как? А где это ваша такая деревня? Алтайский край. Алтайский край. Ну, это одна такая. Она на всю страну одна такая. Все верующие. А где она в деревне? У нас даже в деревню заезжает кто-то, и таблички висят. На территории деревни курить запрещается. Не в дому, а на улице даже нельзя. Вот женщины, бывает, приедут, а они в брюках одеты. Ну, вот вы тоже, может, носите. А у нас это не положено. Женщина, девочка должны всегда быть в платках. В платках. Потому что без платка молиться нельзя. А в брюках приедет. Тут у меня, я начальник детского лагеря был, 45 лет. Приехала помпрокурора. Мы ее не запустили. Я говорю, не положено. Вы в штанах. Ну, я не буду заходить. Да нет, за раз приехали, заходить надо. Вытащили юбку, она надела, и все это у нас заснято. Она сразу преобразилась. Какая красивая там в начале все, ну, это, комментарии тут дают. Ну, и правда. Она прямо изменила. Только юбку надела, и совсем другая. Какая-то женственная... Как деревня называется? Вы меня простите, я плохо расслышал. Как называется деревня? Поселок Потеряевка. Потеряево были первые поселенцы. Это 202 года назад. А вот 28 лет мы восстанавливаем с нуля начали. А там 20 лет... Какая численность населения? Что поселение? Численность населения. Ну, какой там человек, может, с ребятишками 30? У нас были, которые там один пить начал. Пришлось уехать. Люди-то, видите, какие. А другой и хотел бы, так построиться не на что. Надо ходить по... А у вас есть дети? Да вам зачем это все знать? Я уж так сколько вопросов вам ответил. Вы подумайте, как душу спасти? Ну, я скажу, у меня 15 ребятишек. Что из этого изменится? Еще не вы... Неинтересно. Да неинтересно. Главное, души вам. Как правильно жить. Вы сами подумайте, зачем вы здесь в рулетке находитесь? Вот. Вам скучно. Мы тут общаемся. Ну, тут такие кавалеры, что горшие редьки. Тут ничего нет. Кроме блуда ничего нет. Тут никаких знакомств не может быть. Потому что все наклонности к греху. А что будет? А что будет? Будет суд Божий. И праведники пойдут в Царство Небесное, а грешники в огне будут гореть бесконечно вместе с сатаной. Вы можете зайти на наш YouTube-канал. У нас очень большой канал. Называется «Во свете Библии». Усепт. Я вот лежу, тут все почти лежат. Сидеть не хотят или больные. Я вот сижу, смотрите, у меня ничего нет. Ни спинки нет, ни стула нет. Я просто сижу. Сижу и все. А тут все время лежат, пьют, едят. Непрерывно. Несерьезные люди. Ну, в остальное время они на работе здесь не срабатывают, наверное. А кем вы работали? Что где? Кем работали? Работали. Меня паспорт спрашивают. До армии я работал прорабом в органах МВД. Прорабом. То есть я строитель. В армии у меня была высокая должность. Увольнительная на целый год была. А вы нас не снимете на свой YouTube, надеюсь? Служил в морфлоте, потом в ракетных войсках. Так, что сказала девица? Вы нас случайно не снимете на свой YouTube канал? Вы на наш канал-то зайдите, и вы там все увидите. Смотрим, у вас тут видеоролики из чатурлетки. Только не надо нас никуда выставлять, пожалуйста. Потому что это противозаконно. Вы что, смотрели уже их? Да. Ну, правда. Вот молодцы какие. Так вы это, не на первую страницу зашли. Во свете Библии, Игнатий Лапкин, вот если вам надо будет по скайпу поговорить, вы, Игнатий Лапкин, зарядите, я один с этой фамилией. А у нас там, вы зарядили, в YouTube, у нас 15300 роликов. Вообразите, что это? Очень-очень богатые. А дальше сайт еще есть. Во свете Библии не YouTube, а сайт. Сайт. Это через Google надо зайти. Если вы туда зайдете, там увидите мои книги. 38 томов книг у меня вышло. Вам будет очень интересно посчитать все. Путешествие такое всемирное. Мы проехали до Лиссабона. Все страны Европы. Ну, представьте себе, что... А зачем вы сидите в чат-рулетке? А затем, чтобы людям рассказать о Боге. Считаем Евангелие, Псалтырь. Даем адрес. Некоторых, много уже нашел. Те, которые заходят на наши ресурсы. Вот Mail.ru в моем мире. Если зарядите, Игнатий Лапкин, там сразу увидите. Там 22 тысячи фотографий только. Вам это очень интересно будет, потому что это жизнь. Мы не составляем там... Некогда. А вот как понять, вот это жизнь? Многие без веры в Бога проживают свою жизнь. У вас храм-то есть там церковь рядом? Есть. Ну, так вот вы сходите. Там молитвослов можно купить. В священнику подойдите, там и на исповедь сходите. Если не крещеный, предготавливаться надо к крещению. А вы знаете, кто этот чат-рулетку-то изобрел? Сатана? Вы не слышали, да? Мальчишка, 17-летний, двоечник. Андрей Терновский. Он говорит, у меня, говорит, одни двойки были. Даже троек не было. Я, говорит, экзамены не сдал бы. Стал думать, что думать-то. Ну и придумал бы эту вот клааку. Ну и как же он такой глупый двоечник создал такой сайт? Не регистрация, ничего не надо. Тут ничего нету. Процентов 80 мусульмане. Это одни из самых таких ярых жеребцов с юга. Вопросы, какие у вас есть, нет? Нет. А нет, почему вопросов? Знаете, почему нет вопросов? Две причины. Или все знает, или ничего не знает. Все знаем. Ох ты какая. А вы сколько часов спите в сутки? Четыре. Неправда. Вот серьезно. Шесть часов максимум. Шесть часов. Шесть часов, это, конечно. Не восемь. Молодцы. Днем никогда не надо... Мы просто учимся. Днем никогда не надо ложиться только. Иначе у вас будет голова болеть. Вот если вы зайдете на наш ютуб, вы можете зарядить там песнопение. У меня стихотворения там вышли. Три тысячи четыреста шесть часов стихотворения. Четыре тома. Мы вот считаем, что ютуб это тоже такое вот место. Наподобие чатурлетки. Там тоже много грязи, похоти. Нет, там нет ничего. Его там сразу, сразу забанят, как говорят, закроют. Сразу. Это нет, это есть все, просто под другими названиями, просто не видели. Ну, я не видел. Как не видел? Я каждый день сижу в интернете 14-16 часов. Я не видел. Вот. А как это... В чем вот ваша жизнь? Я выставляю ролики, отвечаю на письма. Много пишут с разных стран. К нам приезжают издалека люди. Ну, а как ты можешь радоваться, когда ты сама смертная, знаешь, что умрешь? Какая тебе радость-то? Ты знаешь, что к вечеру... Надо успевать пожить. Да хочу ты успеешь-то, кроме грехов насобирать-то. Надо успевать, как мужики, чтобы обернулся, куча бутылок и голых баб. У него больше ничего нету. А ты так. А почему вы думаете, что вот все в мире такое черное, грязное, порочное? Есть же хорошие... А другого нету, миленькая. С этого все начинается. Без Бога ничего нету доброго. Я говорю. Господь говорит... Я говорю, допустим, можно путешествовать по миру, прыгать с парашютом, знакомиться, заводить новые знакомства, рисовать. Какие знакомства. У нас вот определили, молодых девочек здесь увозили и всех закапывали. Кого вы нашли? Где в мире это? Сатана. Вы посмотрите, ролик называется «Интервью с дьяволом». Ролик так называется. Интервью с дьяволом. И дьявол... А артист даже не верится, что это артист. Это дьявол. И как он все это говорит, открывает. Маленько, отступи от Бога. И человек уже наш, говорит, он уже за нами пойдет. В мире надо успевать. Что успевать? Грехи собирать? Ни семьи нет, ничего. Если тебе от этого нравится, то почему бы нет? Сейчас начнется. Русский народ исчезающий. За время перестройки только сделано 120 миллионов абортов. Страна погибла в черепе женщины. Блудницы. А то давай их хватай. А что ты возьмешь? Кроме разврата ничего и нет. Сколько детей? У нас отец с фронта пришел. Вот так. Руки нет у него. С матерью у них полкласса не было на двоих. А у нас 10 ребятишек. 10. И ни одного больного нет. А жили бедно-бедно. Все работали. С 5 лет мы уже старались, помогали, пасли на поле. И все выросли. Ни одного в тюрьме нет. Разве мало это? И все служили в армии, которые могли. Господь делает это. А без Бога-то какая жизнь? Какая радость, когда ты знаешь, что сидишь в этой жизни, как в клетке. Ну, ладно, ты дочь олигарха. Вот она пишет про одну тут. Дерипаска или кто дочь там выехал. В Швейцарию. Гонят на машине. Парень там какой-то тоже. Видно, сын миллионера. Но ночью ударились через этот парапет, перелетели и оба утонули. Утром там кран достает их. И все кончилось. Даже секунды Бог не дал на покаяние. Она сразу в ад пошла в огонь. Машина в воде, а душа в огне горит. Жизни-то никакой нету. А когда с Богом, ты знаешь, как у тебя, какие друзья, какая цель. Вот мы ездили сколько? 650 городов посетили. Начиная от Владивостока до Лиссабона. Тихий Атлантический океан. Я везде дарил 38 томов. Мы подарок сделали в библиотеке на 35 миллионов. А я был бы неверующим. У меня, во-первых, бы не было этого ничего. А во-вторых, что бы я отдал-то? А мы отдали бесплатно. Для Бога. Христос видит. Я стараюсь изменить жизнь. Господь мне позволил создать лагерь детский. А 45 лет начальник его. Тысячи детей подняли. И не рублят государство. Не копейки. А только нападки. А на что поднимали? Что, во сколько вставали? На что поднимали? Откуда деньги брали? Люди давали. Люди искали. Сам работал. Я работал на стройке. Печняком работал 40 лет. У меня деньги всегда были. Государство. Представь. У меня 35 лет стаж трудовой на работе. А с пенсии 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Как жить на это? А живем и благодарим Бога не робще. Мы Путина не проклинаем. Как относитесь к Путину? Что такое, говоришь-то? Как относитесь к Путину? Надо молиться. Благодарить Бога за все. Вот такое оружие есть. Вот смотрите. Вот это. 100 поклонов. 3 святые и 100 поклонов. Каждый день. И поэтому нам отовсюду мне звонят. И из Америки, и из Германии. Что помолитесь. Там заболел, помолитесь. И все отвечают, что помолились, и человеку стало лучше. А я про это и не знаю даже. Просто молимся. Молитесь за царей, за начальствующих. Ладно, телефон садится. Да, с Богом.